Когда изучаешь архитектуру в университете, то чаще всего обращаешь внимание на то, как работает форма Важным становится то, как меняется форма образования в архитектуре в веках, в эпохах Это становится основным критерием Вот здесь, в Крыму, мы в основном будем говорить о строительстве частном Мы будем иметь дело с созданиями, которые в первую очередь отражали потребности заказчика и его вкусы Имея дело с частным дворцовым строительством, понимаешь, что здесь как раз-таки не столько важна форма, сколько сама история этого здания и той семьи, которая здесь жила Если мы обратимся к наиважнейшему памятнику в Крыму на южном берегу, это, естественно, Воронцовский дворец Если же говорить о форме касательно Воронцовского дворца, то понятно, что тут мы имеем дело с эклектикой Эклектика – это был стиль, который был распространен с 30-е по 90-е годы И на самом деле, говоря о дворцах южного берега, мы очень часто будем иметь дело именно с эклектикой Если честно, обычно к эклектике в искусство знания относятся с значительной долей пренебрежения Дело в том, что существовавшая эпоха иерархии ордера, когда у нас был классицизм, где ордерная система собирала вокруг себя всю композицию и являлась ее организующим началом Она канула в небытие, и именно эклектика в первую очередь обращается к тем стилям, которые как бы раньше были не в почете Она вдруг говорит о том, что почему вообще, собственно, ордер, почему Древняя Греция Вот в классицизме был ордер, в барокко был ордер, в эпохе Возрождения был ордер В целом, начиная со Средневековья, мы имеем дело с ордерной системой К эпохе классицизма ордер становится абсолютно иллюзорной конструкцией То есть он реально ничего не несет, стоечно-балочная конструкция иногда вообще отсутствует Но ордер всегда имитируется на фасадах, то есть по сути это уже иллюзия, да? И эклектика как бы использует ордерные элементы наравне со всеми другими Древнерусскими, византийскими, восточными, готическими С исчезновением вот этой иллюзорной ордерной декорации, которая держала на себе по сути вот весь, да, всю систему, всю структуру здания Как бы образ распадается Эклектику называют архитектурой выбора неспроста Теперь архитектор, смотря на различные стили предшествующих эпох, просто выбирает, да? Давайте здесь сделаем готику, а здесь можно взять элементы из византийского искусства А здесь мы, допустим, фасады отделаем в стиле ренессанс Естественно, когда система таким образом сама себя изнутри разрушает И превращает в абсолютную художественную ценность декоративные элементы, да, а не конструкцию Мы перестаем ей верить Несмотря на то, что это может быть красиво, это может нравиться или не нравиться С точки зрения архитектуры, правдивостью это перестает вообще какой-либо обладать, да, это разваливается Итак, граф Михаил Семенович Воронцов заказывает проект своего дворца английскому архитектору Эдварду Блору С которым он знакомится непосредственно в Англии То есть сам архитектор, создавая проект, начиная с фасадов, заканчивая мельчайшими прорисовками деталей интерьера Никогда на месте не был, да, он не приезжал и, грубо говоря, не работал на этой земле, на крымской земле Кстати, в некоторых его эскизах акварельных очень такой яркий образ дворца, да, как будто замок сказочный Но очень много бутафорских каких-то фигурок в непонятной одежде То есть как бы становится нам ясным, что человек, в принципе, не понимает, как работать с рельефом, да, на какой местности он этот проект строит Это не очень хороший показатель, да, для, вообще для строительства, для архитектуры и для самого, собственно, архитектора Потому что одно из главных, да, одно из главных понятий в формообразовании архитектуры Это взаимодействие этих форм с ландшафтом В Крыму особенный рельеф и особенный ландшафт, это нужно понимать Да, Блор, он видел, конечно, какие-то зарисовки там местности ему предоставил Воронцов Но, тем не менее, этот проект, тем не менее, начинает реализовываться Ирия, и здесь на месте строит уже не Блор, а его подмастерье, тоже англичанин, Уильям Гунт Тут надо сделать маленькое лирическое отступление И вспомните о том, что именно в Англии Как бы англичане одним из первых начинают ставить под сомнение, да, достижение там эпохи классицизма и так далее И говорят о том, что правдивость, да, правдивое искусство, оно создавалось в средневековье То есть вот возвращение к ремесленности, возвращение к исконной, да, там, исконной выразительности материала, камня и так далее Это, как бы, в первую очередь эти вопросы ставятся в кругу именно английских мыслителей, искусствоведов, архитекторов и так далее Эдвард Блор, он был знатоком, он реставрировал очень много зданий эпохи Елизаветы Тюдор, да Не совсем средневековья, да, но, тем не менее, ну, это вторая половина XVI века Эдвард Блор тут, по сути, сочетал классическую средневековую замковую архитектуру, да, такое стилизаторство Во въездных воротах, в библиотечном корпусе, крепостные стены, камень Кстати, строили из диабаза, это важно, диабаз добывают здесь же, то есть вот фактуру камня не перекрывали, не превращали его в какой-то другой материал Оставили открытый, и это уже говорит нам о том, что здесь есть проблески и эпохи модерна А в Англии она началась раньше всех И вот это сочетание средневекового замка с какой-то загородной виллой эпохи Тюдоров, да, с характерными зубцами на крышах С характерными эркерами Может быть, даже для каких-то персонажей Вальтера Скотта, да, такое шотландское что-то здесь есть Кстати, с Вальтером Скоттом Эдвард Блор тоже был знаком И вместе с этим это все сочетается с таким пряным духом Востока, да, с тягой к какому-то мавританскому искусству И вот как бы на задней части дворца, которая выходит уже к морю, отчетливо видны как бы какие-то реминисценции, может быть, альгамбры испанской И вообще надо сказать здесь, да, что вот это вот сочетание, то есть как бы вот она архитектура выбора Архитектор взял и решил, что здесь нужно сочетать несколько стиль и соединил Но у Блора как бы получилось это не механистично И очарование, и особая любовь лично моя к этому дворцу Я никогда не думала, что это скажу, но мне нравится эклектика в этом случае Так вот, вот это сочетание здесь нескольких ипостасей, оно происходит очень органично Потому что чувствуется некая соединяющая все подоснова Возможно, английская готика, которая здесь есть и в окнах, в отделке потолка Возможно, это как раз-таки некий вот этот дух средневековой Англии Но композиция держится довольно прочно Она у нас не распадается на кучу деталей, хотя к этому стремится Если мы посмотрим наверх, мы увидим что-то наподобие мусульманской архитектуры мечети Очень характерной формы купола И вот здесь надо сказать, что Блор не совсем просто берет элемент, как это делают в эклектике Берет элемент из предыдущей эпохи и вставит его на свое новое здание Он как бы осмысливает форму более пластично Вообще, такая гиперпластичность как бы вроде нам напоминает мечеть, но, может быть, и нет Вот эти купола Это очень характерно, опять же, для наступающей эпохи модерна Но так как этот дворец строился с 30-х по 50-е годы То, конечно, здесь о модерне говорить рано Мы чувствуем, что есть некоторые элементы модерна Но все-таки это относится к эклектике Сейчас в Воронцовском дворце открыто лишь 9 парадных залов Но, к слову сказать, вот в этих дворцовых комплексах, так как они были загородные и рассчитаны на частную жизнь Парадных помещений реально было немного В Ливодийском дворце императора Николая II, например, их всего 5 То есть, в принципе, это вещи для частной жизни И здесь вот в интерьерах это многостилие, это смешение разных культурных слоев разных эпох Наверное, еще более очевидно Кстати, важно отметить, что проект был до Эдварда Блора Воплощал его здесь Уильям Гунд, как я уже сказала Но на деле работали здесь крепостные каменщики И просто талантливые мастера, именно русские Здесь список особо выдающихся имен И на самом деле, восьмое, фуртунов роман или фуртунов роман, лепчик Вот мы увидим здесь его работу в голубом зале Конечно, восхитительно тонкое мастерство То есть, были у нас люди, которые могли строить вот так Из крепостных, представляете Вот интересно, да, что если в модерне у нас принцип проектирования архитектуры идет изнутри наружу То есть, внутренние помещения важнее, чем внешнее И, соответственно, то, что мы делаем внутри, оно просто проецируется на фасад То эклектика все-таки с этим не считается То есть, вот у нас есть красивый фасад в стиле средневекового замка И ничего, что эти узкие окна, бойницы фактически не дают света То есть, в Крыму, где куча солнца Где, казалось бы, надо распахивать окна навстречу в природе Вот, пожалуйста, деревянные панели еще больше мрачности придают И эти узкие окна, которые на фасаде вроде бы как в стиле, да? Ну, в смысле, они реально в стиле То внутри они превращаются в, ну, совершенно в странный элемент для загородного дома Вот такие крошечные окошечки Ну, вот эклектика, она, как бы, с этим не очень считалась Ну, вот обычный осмотр начинается как раз с парадного кабинета Надо сказать, что он небольшой, да? Но здесь есть характерный элемент Вот этот эркер деревянный И вообще-то, ну, в принципе, для английских особняков это такая, ну, как бы, фишка их И интересно другое Вот, например, здесь для симметрии просто сделана еще одна дверь За ней ничего нет Ну, как бы, вот требование вкуса должно быть так Что здесь две двери и здесь две двери Опять же, вот это вот, как бы, да, такая тяга к симметрии какой-то странной Она присуща именно эклектике Потому что модерн бы сделал так, как удобно А не так, как красиво Вот тут есть разница Вернее, так, как удобно и так, как красиво Ну, вот эти узкие окна-бойницы в коридоре, конечно, с лихвой искупаются Роскошными террасами И огромными стрельчатыми окнами, да, такими застекленными в стиле готики Которые открываются в сады, соответственно, на море И вот интересно, в этих террасах уже здесь видно, что у нас начинает готический элемент смешиваться с восточным, да, и средневековый Ну, во-первых, уже это узор решетки, да, такие геометрические орнаменты, вообще характерные для арабского Востока И, скорее, отсылающие к Египту, стилизованные И здесь мы уже опять на шаг ближе, наверное, к эпохе именно модерна Стилизованные колонны железные, да, то есть техника, вот она, да, технический прогресс о себе дает знать Под распустившийся лотос Цветки лотоса наверху, и мы тут можем вспомнить древний Египет Но, естественно, уже в таком, как бы, перевоплощенном виде И вот через эту террасу можно из парадного кабинета пройти в женский, да, в кабинет графини Где на стенах мы сможем увидеть китайские циновки И как раз-таки вот это увлечение азиатчиной, да, скажем так, не только Востоком, но и Азией Опять же, здесь дает вот это странное смешение, которое, однако, сделано со вкусом Тут я не смогу ничего сказать У Воронцовых, конечно, еще шикарная была коллекция живописи Часть уцелела и до сих пор экспонируется в музее Ну, например, портрет Рокотова Екатерины Второй Такой очень знаменитой, как бы, иконографией Ее сидящей на троне в профиль Из всех портретов Екатерины Второй Это действительно мой самый любимый Я считаю, она там просто удачно вышла И мое мнение совпадает с мнением императрицы Потому что был указ, действительно, по которому она попросила, как бы, брать за образец Портрет именно Рокотова, да, в дальнейшем ее воспроизведение Поэтому их существует вообще несколько Вот один из них, но в оригинале именно Рокотовский Висит именно в Воронцовском дворце Сейчас мы находимся в одном из моих самых любимых Наверное, самым любимым помещениям этого дворца Это голубая гостиная И здесь нужно еще раз как раз вспомнить имя вот этого восьмое в списке Роман Фуртунов «Лепщик» Это гипсовая лепнина, и выполнена она именно этим человеком По всему потолку, конечно, очень изящная, тонкая работа А камин – это карарский мрамор, да И здесь, конечно, уже не думаешь ни об эклектике, ни о чем Скорее просто наслаждаешься изящной работой Хотя я была не совсем честна, когда сказала, что об эклектике мы тут не думаем Мы тут думаем о том, что происходит с формой Вот по вот этой лепнине, да, по декоративному мелкодробному орнаменту Который заполняет все стены Очевидно, что с точки зрения тектоники, то есть с точки зрения распределения сил тяжести в помещении Здесь, конечно, абсолютно все игнорируется Орнамент как ковер, да, то есть стена лишена своей конструктивной основы Она подчинена полностью вот этому ковровому орнаменту Мы, собственно, не видим, где потолок переходит в стену, да Где здесь несущие, где несомы То есть архитектура отказывается как бы от даже иллюзорной тектонической своей функции Это нужно отметить У Баранцовых тут проходили выступления У них зал поделен на две части И вот во второй малой части они устраивали театральные представления Соответственно, здесь сидели, на них смотрели в этом прекрасном голубом зале А теперь мы уходим из как бы главного корпуса в столовой И переходим по галереи, которая сейчас полностью остеклена Это зимний сад Итак, застекленный зимний сад, да, опять же, с формой стрельчатых готических окон И с полным остеклением, которое больше характерно для эпохи модерна будущей Ведет нас в самое большое помещение, парадную столовую дворца И здесь, опять же, оригинал четырех работ французского живописца, знаменитого Убера Робера Который занимался тем, что рисовал такие фантазийные вещи на итальянскую тематику Совмещая те памятники, которые никогда не могли появиться рядом вместе на одной картине То есть они были в разных частях Рима И здесь вот две таких фантазийных вещи и две парковых То есть два реальных парка он изобразил Опять же, очень интересно, как здесь работает эклектика на смешение абсолютно вещей из разных эпох Ну, например, потолочный декор здесь изображается в дереве, не в камне Он изображает подвесные замковые камни, характерные для готических сводов Хотя потолок абсолютно ровный И понятно, что к сводам, к тем это никакого отношения не имеет Деревянная резьба готических порталов дверей Отделка каминов с серым камнем, тоже в форме готических арок При этом посередине майоликовый фонтан с итальянской плиткой Который как бы в жару, да, он давал определенную прохладу Но особенно мне лично нравится этот саркофаг Такой римский маленький саркофаг, логический, в котором хоронили раньше людей, да, останки Но теперь там хранится вино, его охлаждали Вот как бы я считаю, что это очень удачное решение на самом деле для этой формы Потому что, кстати, если мы вспомним, то за вино отвечает Дионис А это бог перехода перерождения и, собственно, перехода смерти в жизнь Поэтому хранить вино в саркофаге это очень удачное решение, на мой взгляд Ну а вишенка на торте находится сзади, на фасаде, который выходит в парк И это, конечно, центр такой, да, композиции, ее активный элемент Огромная арка в арабском стиле, да, восточном, я не знаю, как правильно сказать Напоминает она мне абсолютно дворцы Альгамбры Хотя, скорее всего, здесь, может быть, ничего общего нет, кроме надписи А вот надпись внутри, которая опоясывает, да, полукольцом эту нишу Гласит, нет победителя, кроме Аллаха И такая же надпись повторена в Альгамбре тысячи раз Этот девиз вплетен там в каждую плиточку Как раз вот сейчас до карантина в Испании удалось на это посмотреть Эдвард Блор не имеет совершенно никакого отношения к этой надписи Это личное желание Михаила Семеновича Воронцова, который был назначен наместником на Кавказ И, видно, вот как-то очень впечатлился, потому что попросил вырезать это Надо сказать, что все внутреннее заполнение арки, оно сделано из диабаза Да, это резьба по вот этому камню, который в два раза тверже гранита Соответственно, эта работа довольно-таки кропотливая, очень тяжелая И вот этот элемент, да, мавританской, какой-то арабской арабской архитектуры Которую здесь применяет Эдвард Блор Вообще, вот эта восточная тема, она очень сильно повлияет на архитектуру Южного берега И архитектуру Ялты в частности Например, церковь Иоанна Златоуста, которая была там построена Просто цитирует фактически форму Алубкинского дворца И с этого момента вот эта мусульманская, скажем так, какая-то тематика Она будет очень востребована И надо сказать, что учитывая историю Крыма Что здесь большое влияние оказали крымские татары, турки в свое время Это вполне органично для этой местности Ну, а вот это самые знаменитые персонажи Алубкинского дворца Это львы, которые сделаны итальянской мастерской, да, из мрамора И, собственно, это не единственные львы здесь А основные их собратья находятся на лестнице, которая спускается к морю И вот эта лестница, которая ведет от, соответственно, нижней террасы к этой арке Также является очень активным элементом композиции Мой любимец просто здесь, это спящий лев И тема львов раскрывается здесь тоже непросто То есть человек, который поднимается с этой нижней террасы, соответственно, главной арки Должен пройти мимо стражей И вот стражи спят крепко Там лев слегка приоткрыл глаза, начинает пробуждаться Верхние два привстают, как бы встречая вас, а кто здесь, знаете? И возле этой арки нас встречают уже совершенно пробудившиеся, грозные символы Вообще лев, да, это символ царской крови, да, какой-то такой высокого рода Поэтому, соответственно, львов во дворцах мы будем встречать еще неоднократно В случае Воронцовского дворца мы, безусловно, имеем дело с эклектикой, да, со смешением стиля Мы понимаем, что в этой архитектуре использованы формообразующие элементы разных эпох культур Но, несмотря на то, что эклектика в целом считается приметой вырождения архитектурного стиля, да А ее, как бы, перерождением будет считаться модерн Надо сказать, что здесь архитектор смог все стянуть воедино И очень удачно, четко обозначил композиционные акценты Ну и, как сказал мой оператор, я считаю, что это один из наиболее удачных анализов и описания памятников Смешали кашу с колбасой, но получилось очень вкусно Редактор субтитров А.Семкин